МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск на телеканале Гродно+. В студии Михаил Зайцев. И сегодня мы расскажем. Учишься хорошо, не платишь за проезд. С нового учебного года отличники смогут ездить в маршрутном такси бесплатно. Внимание! Опасная болезнь. В городе лабораторно подтверждены два случая кори. Кто представит Гродно в дюдо на вторых европейских играх и почему именно женщины лучшие в борьбе? Семейные разборки в стиле черного юмора по мотивам пьесы «Две дамочки в сторону севера». В Театре кукол премьера спектакля. Развитие строительного комплекса города Гродно обсудили на выездной сессии городского совета депутатов. Перед началом заседания народные избранники посетили микрорайон Грандичи-2, а также самую большую школу региона, расположенную в Ольшанке, двери которой впервые распахнутся 1 сентября. Депутаты ознакомились с ходом строительства новых объектов. Особое внимание уделили развитию инфраструктуры. Подробности в репортаже Аллы Мнучко. Свою работу народные избранники начали с посещения самой крупной стройплощадки областного центра микрорайона Грандичи. Этот район застраивается комплексно по новым градостроительным технологиям. Все, что в городе появляется с приставкой впервые, вызывает у депутатов особое внимание. Самое непривычное для гроднинцев, что уже появилось в Грандичах, расположение парковок. Здесь их строят не во дворах, а по периметру. Территория возле дома – это место исключительно для детских игр и забав. Первые дома в Грандичах начнут заселяться уже совсем скоро. Сейчас строится у нас квартал Грандичи-2, который рассчитан на более 145 тысяч квадратных метров. На данный момент ведется строительство 112 жилых домов. Из них один дом уже введен без выполнения сезонных работ. Второй дом планируется ввод в мае месяце и ежемесячно также будут вводиться дома в эксплуатацию. Ошибка, допущенная при строительстве микрорайона Ольшанка, в Грандичах учтена. Запоздала инфраструктура, которая до сих пор создает для новоселов Южного района серьезные проблемы, в Северном подобных вопросов не вызовет. Грандищи застраиваются в комплекте. Вместе с первыми жилыми домами здесь строят уличнодорожную сеть, а совсем скоро приступят и к возведению первого детского сада на 230 мест. Приложим все усилия для того, чтобы не повторяясь ошибками микрорайона Ольшанка, а именно обеспечить вместе со строительством жилых домов и объекты социальные, торговые. В настоящий момент мы ведем проектирование уже детского садика в микрорайоне Грандичи. Сформированы два градостроительных паспорта на проведение аукционов по продаже участков под торгово-общественное назначение. Депутаты также побывали в новой современной школе на Ольшанке, строительство которой выходит на финишную прямую. Здесь будет 44 учебных класса, несколько спортивных залов, два бассейна, игровые, хореографические, гимнастические, тренажерные залы и даже стрелковый тир. Все кабинеты уже обрели реальные очертания, но чтобы навести здесь полный порядок, нужно успеть еще многое сделать. Пока еще стройка в разгаре. Вызывает некоторые сомнения у депутатов, но промстрой – это очень солидная, серьезная организация. И то, что у нас сегодня заканчивается мая и остается несколько месяцев, в общем-то, наверное, не пугает. Сегодня здесь работает порядка 500 человек, еще в ближайшее время добавится 600 отделочников. Такой армии, я думаю, что все будет сделано в срок, и мы 1 сентября все придем и откроем эту школу уникальную, самую большую в нашей области, одну из самых больших в республике. Заседание городского совета депутатов продолжилось в Гродненском горысполкоме. Народные избранники заслушали и обсудили информацию о перспективных направлениях строительства жилья, выполнении прогнозных показателей по строительству и вводу жилья в эксплуатацию. На выездной сессии были рассмотрены и другие вопросы. Алла Нучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Школьники и отличники смогут ездить в маршрутном такси бесплатно. С таким предложением выступили депутаты Гродненского городского совета депутатов. Инициативу поддержали руководители фирм-перевозчиков в Гродно. Планируется после урегулирования всех вопросов, что такое поощрение будет доступно с 1 сентября. Транспорт, который представит такие привилегии отличникам, будет обозначен специальными стикерами, а школьники будут снабжены отдельными справками, где будет официально подтверждено, что они учатся отлично. Чтобы бесплатно ездить на маршрутках, дети должны по всем предметам за четверть получить 9 и 10. Сейчас за три месяца нужно проработать механизм, как это все будет сделано. Ну и важный момент, чтобы контролирующие органы не сказали, а что вы зайца везете бесплатно. То есть очень много еще подводных камней, но самое главное, что я уже благодарен руководителям, что они говорят, давай попробуем, а там будет видно. То есть школьники, отличники в Гродно с 1 сентября начнем, попробуем, как это будет, будут ездить бесплатно. В Гродно на сегодняшний день лабораторно подтверждены два случая кори. Одно из самых опасных инфекционных заболеваний выявлено у студентов Купаловского университета, проживающих в общежитии. По предварительным данным, инфекция была ввезена в наш город с территории Азербайджана. Под наблюдением медиков сейчас находятся все, кто контактировал с заболевшими. С подозрением на кори в Гродно госпитализировано и несколько студентов медицинского университета. С начала года у нас был занос уже из России, у нас был занос из Польши. Ну вот в мае, как бы скажем, у нас случился занос с Азербайджана. И вот с этим случаем уже было связано 4 случая, лабораторно подтвержденного случая в коре. Также случился занос в одной из общежитий Купаловского университета. На сегодняшний день там подтверждено лабораторное заболевание у двух студентов. Сейчас в областном центре проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очагов кори. Напомним, в 2019 году в европейском регионе наблюдается беспрецедентный рост этого заболевания за последние 10 лет. Эпидемия стремительно распространяется и уже охватила порядка 14 европейских стран, в числе которых наши страны-соседки Украина, Польша и Литва. Поэтому медики рекомендуют, отправляясь за границу в неблагополучные по коре регионы, за несколько недель до поездки обязательно сделать вакцинацию. Все те, кто планируют выезды летом за пределы нашей страны и не знают своего прививочного статуса против кори, я бы им рекомендовала обратиться в территориальную организацию здравоохранения для того, чтобы узнать, привиты они против кори или нет. Я должна сказать, что наш национальный календарь предполагает две профилактические прививки против кори, прививаются в год и в шесть. Корь – одно из самых опасных инфекционных заболеваний. В зоне риска как дети, так и взрослые, которые вирус переносит тяжелее. При первых симптомах, а это повышенная температура тела, сыпь, озноб, светобоязнь, следует немедленно обратиться к врачу. Медики напоминают, главная защита от опасной болезни – прививка. К слову, проблем с вакцинами от кори в городе Гродно нет. До вторых европейских игр остается меньше месяца. Уже 21 июня Минск примет более 4 тысяч спортсменов. Готовится свыше 30 представителей из Гродно. Здесь участвуют лучшие из лучших, которые уже не раз показывали достойные результаты и привозили по-настоящему ценные медали. От Гродно самбо будет представлять многократный чемпион Татьяна Мацко. Недавно на чемпионате Европы она заняла первое место. Осудить спортсменов на международных соревнованиях будет гродненский тренер под дзюдо Вера Короленко. Почему представительницы прекрасного пола все чаще выбирают боевые искусства и что дзюдо дает девушкам? Ответы на эти и другие вопросы есть у Яны Мельниченко. Когда-то легкотлетка, студентка колледжа Вера Короленко вошла в первый состав группы под дзюдо в Гродно. Сейчас она один из самых востребованных тренеров. Более 15 лет готовит девушек и с легкостью может найти ту самую, которая однажды станет чемпионкой и уже никогда не упустит свой шанс вновь подняться на победный пьедестал. Татьяна Мацко, многократная чемпионка, которая войдет в состав сборной страны по самбо на вторых европейских играх, ее воспитанница. С учетом того, что уже она выиграла 4 чемпионата Европы и 3 чемпионата мира. Первые европейские игры, где она была тоже чемпионкой. Поэтому, скажем, есть перспективы на будущее и она сама старается. Поэтому, я думаю, все, что от нас зависит, мы поможем. Такого опытного тренера, как Вера Короленко, еще стоит поискать. Она не просто готовит лучших девушек, она частый гость за судейским столом многочисленных соревнований. Республиканские уже давно не обходятся без ее меткого глаза и богатейшего опыта. И, само собой разумеется, Вера Аркадьевна вошла в состав судейства на вторых европейских играх в Минске. Она единственная судья из Гродно под дзюдом. Судить соревнования, видеть все эти схватки, видеть, как борются девочки, которые наши, гродненские, в частности, отобрались на эти европейские игры. Конечно, большая честь. Каждый спортсмен хочет выиграть. И здесь очень многое зависит от судьи. Какую даст он оценку, оценит он его действия, даст замечания или какие-то другие вещи. Поэтому, конечно, надо больше настраиваться на то, что судить нужно честно. У каждого спортсмена своя история. Многие попадают случайно, а вот остаются в дзюдо только лучшие. 15 лет назад школьница Анжелика за компанию пришла на первую тренировку. Так и осталось. Правда, несколько раз пыталась бросить большой спорт. Только вот мудрый тренер вместо этого отправляла на соревнования, откуда Анжелика приезжала, если не победителем, то, как минимум, призером. Сейчас нет даже и мысли бросить дзюдо навсегда. В мечте на Олимпийские игры хотя бы отобраться, хотя бы быть участником. Потому что была участница чемпионата Европы, среди молодежной чемпионата мира, была среди кадетов, скажем так, такого уровня международного. Я уже выступала. Вот это очень классно. Вот, потому что, когда стоишь даже вот на педестале, это, мне кажется, болезнь. Если приехать в соревновании без медали, это, ну, типа, стыдно. Вот, поэтому всегда хочется выигрывать, побеждать. Стоять на педестале, держать эту медаль в руках, вот, чтобы тобой огордились. На вопрос, кто может заниматься дзюдо, ответ один, кто угодно, независимо от роста и веса. Это спорт для всех. Ивона тому яркий пример. Ей было 15, когда она пришла на первую тренировку. Мой первый вопрос тренеру был, вы меня точно возьмете, так как комплекция тоже имеет значение все-таки. Мне сразу сказали, да, конечно, посмотрим. И не ошиблись. Спустя три дня тренировок Ивона заняла второе место на областных соревнованиях. А через три месяца достойно представила область на республиканских. Конечно, было очень страшно, потому что вся публика так на тебя смотрит, и ты не ожидаешь этого. Страшно, ты еще комплексуешь, потому что все такие худые ходят, красивые там, и тут ты. Дзюдо мне дало уверенность в себе. Уверенность в себе. Я перестала стесняться. Мне стало комфортно с людьми, то, что общаться проще. Раньше я не могла так спокойно разговаривать, вливаться в новый коллектив. Сейчас мне намного проще стало. Оптимальный возраст для того, чтобы начать заниматься дзюдо, говорят тренеры, 9 лет. Характер отчасти сформирован, и уже складывается осознание, с чем ребенок хочет связать свою жизнь. Это кусочек моей жизни, можно сказать. Я уже большую часть жизни занимаюсь только дзюдо. И когда я занималась другими видами спорта, то дзюдо я никогда не бросала. Дзюдо – самый главный подход тренера и свое желание. Еще лет 30 назад к девушкам в дзюдо относились предвзято и несерьезно. Сейчас все изменилось. Именно они завоевывают медали высокой пробы не только на чемпионатах нашей страны, но и по всему миру. Именно женская сборная – серьезные соперники для спортсменов других стран на вторых европейских играх в Минске. Яна Милищенко, Гажан Батарджанов, Новости, Гродно+. Любовь, семья, смерть и черный юмор. На сцене Гродненского областного театра «Кукол» – премьера. Спектакль поставлен по мотивам пьесы современного писателя Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера». В Гродненском театре «Кукол» она под названием «Анетта и Бернадетта». Работу драматурга ставили в разных странах, а французские критики назвали пьесу идеальной для опытных актрис и дебютных ролей. Последний случился у помощника режиссера Татьяны Равинской. История простая. У сестер умирает мама, они отправляются на север исполнить ее последнее желание похоронить рядом с их отцом. Только вот на ее могиле «Анетта и Бернадетта» не были 30 лет. На пути их ждет много неожиданностей и открытий. Интересная судьба этой постановки. Когда года четыре назад я был на постановке в городе Томске, одна такая актриса со стажем, которая когда-то начинала в Гродненском театре «Кукол», предложила вот для постановки пьесу, чуть ли не рукой переписанную, вот почему-то, ну вот еще, может быть, не было тогда еще переводов таких, вот и сказала, что это вот для вашего театра. У нас это вряд ли кто поставит, а вот вы, наверное, поставите. Как и положено, пьеса отлежалась, а сейчас представлена на суд зрителя. Черная комедия – достаточно редкий жанр на сцене театра. В спектакле есть колкости, юмор и поиски ответов на философские вопросы. У главных героинь особое отношение к смерти. Они не боятся шутить на этот счет, но их объединяет зависимость от мнения родителей и безграничная любовь к ним. Чтобы постановка получилась удачной, нужно было балансировать между черным юмором и вечными вопросами жизни. С такой непростой задачей справился молодой режиссер Даниил Жукжда. Это его первая работа. Эксперимент. Мне интересно было попробовать. что это и как. Сложно, но все вот эти вот инструменты, которые нужны для реализации своей идеи, своего видения, насколько они расфокусируют в конечном итоге изначальную идею. И что остается от того, что было заложено изначально. Вот это меня немножко и смущает, потому что я немножко перфекционист и хочу, чтобы все было так, как я хочу. И напоследок. Коллектив Гродненской капеллы, Гродненский рок-музыканты, а также приглашенные гости представят грандиозный концерт «Симфодрайв». Слияние двух стихий, неповторимость тембровых красок и проникновенность в сочетании из безудержной энергии настоящего рока. Приходите, будет жарко. Концерт пройдет 4 июня на сцене Драматического театра. А вот любителям спорта по душе придется следующая новость. Уже в это воскресенье любителей футбола приглашают поболеть на первую летнюю игру любимых команд. На поле выйдут игроки Немана и Славия Мозырь. Начало встречи в 19.45. Приходите и поддержите любимую команду. И в завершении выпуска информации от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и походов в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минут и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. А я прощаюсь с вами и желаю приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова